Железо делает бойца сильным, а значит непобедимым. Я сам работаю и все ребята, кого знаю я, все спортсмены, все работают в Голландии, тренировки. Утром это на кондицию, как раз таки, да, то есть вечером это техника и спарринги, а утром всегда пробежка и железо обязательно. Или все наоборот, и штанга лишает его главного оружия – скорости. Стараюсь работать больше канат, резина и брусья турники в основном. Но основная подготовка – это спарринги, конечно, и это вспомогательные, но железа очень мало. Так что же все-таки железо для бойца? Добро или зло? С этим вопросом мы постараемся разобраться в 29-м выпуске «Железного рейтинга». Главный аргумент против железа у представителей единоборств таков – работа со штангой закрепощает и лишает бойца скорости. А без скорости в бою долго не проживешь – это факт. Но с другой стороны, железо – это сила. А как же в бою без силы? Или сила в бою не особо важна? Я достаточно большие веса даже для пауэрлифтинга поднимал. Ну, и в жиме, лежа, и в приседах, и в тяге. Но в боях без правил это в пятой степени или в шестой степени имеет значение. Неужели стоит признать, что железо и бои – вещи не особо совместимые? Но в «Железный рейтинг» обратились эксперты, которые готовы разрушить это утверждение. И первым это попытается сделать трехкратный призер чемпионата России по жиму штанги лежа. Мастер спорта по пауэрлифтингу Павел Бадыров. Павел, приветствую. Итак, ты уверен, что бойцам железо необходимо? Категорически уверен, что всем современным спортсменам практически нужна атлетическая подготовка, а бойцам – в особенности. Откуда взялось железо бойцов и как они к этому делу подходят? Существуют достаточно распространенные основные два подхода, которые появились как бы вроде бы логичным образом. Бойцы в свое время задумались, неплохо было бы наставить нам посильнее. И решили обратить свои взоры к тем, кто, по их мнению, является наиболее сильным, и подглядеть у них методики этих тренировок. Визуально наиболее сильными парнями выглядит бодибилдер. В том числе, благодаря этому, был большой, так сказать, эффект такой, когда люди сталкивались с тем, что железо тормозит. И дело это связано ровно с тем, что методики бодибилдеров не заточены для развития функциональных качеств мышц. Как-то скорость, взрыв, функциональные характеристики бодибилдера не интересуют никого. Это конкретно работа на развитие мышцы, а не на развитие какой-то твоей функции. Павел уверен, что если подойти к железу с нужной стороны, то даже его любимый жим лежа может стать для бойцов таким же родным упражнением, как и для пауэрлифтеров. Главное, делать его нужно немного по-другому, и тогда быстрый и сильный удар тебе обеспечен. Достаточно большое количество бойцов, в том числе я видел в секциях для бокса, как бы на взрыв выполняет следующее упражнение, наверняка видел. Берут гриф в танке и прыгают, начинают прыгать. Значит, и выполняется это упражнение достаточно долго. И на мой взгляд, здесь кроется серьезная ошибка методическая. Дело в том, что скоростная взрывная работа – это работа в доли секунды. И центральная нервная система, если акцентирует внимание именно на взрыве, не умеет работать долго. Основная задача – ударить, да, там, типа, там, акцентированный удар, он… Это же не 20 секунд ты там наколачиваешь, а это именно раз. И надо здесь закладывать такую же модель. О, как плохо идет, с непривычки давно не делал. Тот же принцип, что и в жиме, Павел предлагает перенести и на подтягивание. Что интересно, на тех видео, которые я видел, тренировок Федора Емельяненко, он подтягивается похожим способом. Не буду упираться сегодня. Раз по 30 такие подходы делаю. Фу. Именно вот такая вот амплитуда и взрыв. Главное, на что делает акцент в тренировках с железом Павел – это развитие взрывной силы. Скорость, как бы, взрыв, она за счет занятий железом, если правильно заниматься, она не тормозится, да, то есть… Аргументы Павел Бадыров привел серьезные. Но скептики могут сказать, он же пауэрлифтер, а бойцы на эту ситуацию смотрят по-другому. Без проблем. Давайте спросим у бойцов. Но перед тем, как узнать мнение второго эксперта, давайте обозначим одну из следующих непростых тем нашей программы. А нужно ли бойцам в своей подготовке использовать спортивное питание? И если да, то что конкретно? Если у вас есть мысли на эту тему, пишите, мы будем рады узнать ваше мнение. Благо, выбор спортивного питания сейчас огромный. Ну, тем более, для вас это возможность выиграть призы от наших партнеров, генерального спонсора программы, сети магазинов fitnessbar.ru и бренда спортивного питания Sun. Сегодня же повезло Дмитрию Макарову, который не без оснований считает, что возраст хипия должен вызывать ассоциацию, скорее, с фастфудом. Ну, уж никак не со спортивным питанием. Дмитрий, сегодня тебе достается добавка Ox от бренда спортивного питания Sun и скидочная карта от fitnessbar.ru. Поздравляем и продолжаем нашу программу. Наш второй эксперт, чемпион Европы по боевому самбо Сергей Никитин и сам с железом старается дружить и своих учеников с ним максимально познакомить. Потому как без железа в мире ММА, ну, просто никак. В нашем виде, да, в единоборствах обязательно надо качаться, чтобы повышать мощь, силу. Она же с воздуха просто так ниоткуда не придет. И единственное, что качаться надо только определенным способом. Немножко они отличаются, эти методики, от, наверное, традиционных методик бодибилдинга, например, или тяжелой атлетики какой-то. Виктор, расскажи свое мнение, как ты, так сказать, недооценивал железо и как ты из-за этого проиграл. Да, я очень недооценивал железо вот до своего крайнего боя. Я считал, что железо, ну, отнимет мою скорость, мою выносливость. Но в последнем бою, в крайнем бою, я понял, что железа мне не хватает. В физике, мощи, той мощи мне не хватает. Поэтому, соответственно, я сейчас начал углубляться в это и работаю с железом. Есть три основных базовых упражнения, которые просто необходимы для единоборств. Это жим груди, это становая тяга и это приседания. Это вот те три базовых упражнения, которые формируют вообще силу спортсмена. Аскер, извини, что тебя отвлечем. Вот твое мнение, вообще силовая подготовка с железом, она насколько важна для борьбы, для единоборств? Конечно. Ну, просто на жизненном опыте могу сказать, борясь в 74, после посещения тяжелой атлетики, я мог уже с 96-шниками бороться. Так бы свободно. Легче себя чувствую. Да, легче себя чувствую. Традиционное мнение многих единоборств, что железо закрепощает. Как ты думаешь? Ну, это мнение боксеров. У борцов чуть иное мнение. Не хочу задеть ударников, но... Но борцы лучше. Без железа я считаю, что в клетке там смысла нет биться. Чтобы добиться от тренировок с железом максимального результата, Сергей готов любой качковский тренажер переквалифицировать в тренажер для бойцов. Главное, чтобы можно было блинов побольше повесить. Вообще этот тренажер, он для трапеции. Поднимать это. Мы его адаптировали именно для единоборств. То есть прогресс очень быстр, потому что здесь задействованы ноги, мышцы спины, которые в борьбе в принципе работают. Поэтому борцам очень быстро можно вес здесь нарастить. Мы стараемся делать с приличным весом. Намного больше, чем весит соперник. Стараемся с запасом делать, чтобы соперника потом как пушинку останавливать. Ну что же, Сергей Никитин полностью согласен с Павлом Бадыровым. Железу в арсенале бойца быть. Ну а вам, уважаемые зрители железного рейтинга, мы рекомендуем перед тем, как писать комментарии, проверьте доводы наших экспертов на себе, а потом поделитесь своими эмоциями. Кстати, вполне возможно, что в вашем бойцовском арсенале уже есть упражнения с железом. Если вы готовы поделиться своим опытом, то скидывайте нам ваше видео, и мы с удовольствием составим топ-5 самых эффективных упражнений от наших зрителей. Ну а победителя, разумеется, будет ждать приз от сети магазинов ММА «Империя». Но скептики все равно не унимаются. Да, бойцам смешанных единоборств железо может и пригодиться, но боксерам оно точно ни к чему. Им в партере не бороться и у сетки не стоять. Так что тема бойцов и железа остается открытой? Или она была закрыта еще во времена Советского Союза? Я совсем недавно общался с Зуфером Муставовичем Хусяиновым, автором монографии постановки нокаутирующего удара еще в советские годы. Он, работая в лаборатории Верхошамскую, в том числе создал свою методику в постановке нокаутирующего удара для боксеров. Зуфер Муставович Хусяинов считает, что жемлежа просто абсолютно базовое упражнение для ударника. То есть оно очень полезно. Мне кажется, тоже, по крайней мере, я всю жизнь жму, и мне как-то бить не мешает. И иногда мне даже кажется, что помогает. Субтитры сделал DimaTorzok